Привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем делать реакцию на «Как большой Мехико?». И это очень интересный титул этого видео. Я не знаю, если это видео про территорию Мехико, про его área, или про población, потому что Мехико – это большой страной, и территорию, и территорию, да? Да. И я уверен, что сегодня мы увидим многие данные, новые данные, интересные. О, может быть, это, например, о культуре Мехико. Также. Также это большой страной, и благодаря культуре Мехико – это большой. Да, правда. Так что мы видим, что нас ждет в этом видео. О, может быть, это видео о кеме, потому что после кема, после кема много, это может быть большой. Но кема тоже является частью культуры. Да, тоже. Так что, друзья, мы не будем говорить много, мы будем смотреть этот видео и реакционировать. И, amigos, это видео мы получаем от Куреографии, и это очень, 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 очень канал, с очень интересными видео о различных странах. И, amigo, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, в описании. И не забудьте подписаться на наш канал, и наши инстаграмы. И мы реакционируем. Говорřе Мехико – это большой. Необычный зонико – мхмм. Близу списку города – это очень большой. Но если он clear, Кол Ass dachte, но вы夫 따美味шие Холестные, irectlist Moscow – это城沒有 маха – Мехико – под название в составля pending relevant meant вам, когдаrz review из этого дня… Причём particularly в церемонии. Продолжение следует о музее, и Мехико – сегодня Leaders butrange и каждый amo него по Administ ona summarизме –поку, заш estamos все нами. А теперь мы начнем! Вместе с тем, что в России находится в Америке. Вместе с тем, что в Норке и Сентро-Америке, и в Суре и Существует. Вместе с 32 федеративные компании, 31 страны и в стране. Мы знаем, что Вместе с большим городом, если мы говорим о своем территории, Вместе с тем, что в России находится в 1.943.945 км2. Вместе с тем, что в мире и третьем в Америке в соответствии, только после России и России. Вместе с тем, что в Сентро-Америке и Существует. Вместе с тем, что в Сентро-Америке, я объясню, как в Меркатуре проектирует нашу percepción о своих странах и их размерах. Так что, если вы не видели, то рекомендую. Но в Сентро-Америке, как раз, если немецко — один, с уникой страны, violолитое появилось огромное на протяжении в Сентрохе. Так что, если вOMEках мы, чтобы зла разу и с Унивации, если мы почитёмся с обеими странами, типа мы с этого страны довольно многоonya's. Вместе с Европейским, Это же самый 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 пример, в Европейский. ВООООО ОН! ВОООООО! Энергое! И есть, лишь Хороа, самый мрс, большой мрс, есть даже более широкий, чем Унсу. Умна, земляния. Это дает не то видно. Никто не то понятно. В тайно умерзавая обладательность ежедневная часть 129 млс. Мэрия, это один из самых поплавленных мест. В острове находится в 10-м месте и имеет 1.65% в мире. Мэрия, более Junior и почти умерзащаетесь. Руссия. Да, правда, правда. Impresionante, ¿verdad? Solo la población de la Ciudad de México es igual a 8.9 millones de habitantes, es decir, que es más grande que la de 6 países latinoamericanos. Si hablamos de su biodiversidad, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo y es el hogar del 10 al 12% de la biodiversidad mundial. Además, es considerado el segundo país del mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Como dato curioso, se encuentra en el primer lugar de biodiversidad de reptiles. México cuenta con alrededor de 170.000 km2 de áreas naturales protegidas, una superficie mucho más grande que la de varios países. Y no nos olvidemos de la diversidad climática del país, desde grandes nevados y desiertos, pocatepetro, playas y rivieras. Es un país favorecido por su misma posición geográfica. En cuanto a turismo, México es el país más visitado de toda Latinoamérica. ¿Sabías que la capital mexicana es la segunda ciudad con más... después de Londres? Sí, después de Londres. La economía mexicana es la segunda más grande de toda Latinoamérica en cuanto a Producto Interno Bruto. Solo detrás de Brasil, su economía representa casi el 1% de la economía mundial. Y claro, no podemos olvidar la diversidad étnica y cultura que posee, contando con alrededor de 25 millones de personas reconocidas como indígenas y más de 68 lenguas habladas en todo el territorio, siendo estas habladas por el 7% de la población total mexicana. Como hemos visto, México es un país muy grande en muchos aspectos. Es un país que sin dudas aporta mucho a Latinoamérica y que junto a los demás países hacen que nuestra región sea en sí tan grande y variada. Amigos, qué bueno, muy, muy informativo el vídeo. Sí. Hoy encontraba tantos datos nuevos, sí. Es mucha información en pocos minutos, pero súper, súper interesante información. Y de verdad que cuando tienes proyección del globo, el país a mapa, el mapa se ve diferentes tamaños, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, México es más grande que se puede ver en Google, por ejemplo. Y era muy interesante comparación cómo se puede mover el país México con otros países y se nota su tamaño enorme. Por ejemplo, el estado de Chihuahua es más grande que Reino Unido, sí. Y además yo no sabía que el estado de Chihuahua es más grande de todo México. Me gustó muchísimo este vídeo, amigos, es muy, muy útil para nosotros. Sí. Y espero que para ustedes también porque hay muchos datos útiles. Sí. Y si ustedes pueden recomendar algunos vídeos parecidos, esperamos sus comentarios y con gusto vamos a reaccionar. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la compañía y nos vemos amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.